всем привет сегодня мы находимся в здании ну не в здании на местности господи которая называется линь на халь то есть городской холл ну да гор холл еще называется здесь мы в округе то особо гулять не будем но я просто хотел найти какой-то новый тут променад как же он там называется colorant или colorant променад вот но на google картах я не смог его найти честно говоря не совсем представляю как но чисто гипотетически он где-то должен здесь находиться под гор холлом и должен вести нас в сторону но блеснера так здесь не будем проходить а это вот здание киевской оперы из фильма кристофера нолана да вот именно сюда вот забегали военные насколько я помню честно говоря я думал что после съемок фильма как-то все немножко при обратиться прям ребята постарались вернуть все в прежний вид который был до съемок думаю просто поднимемся с вами потом спустимся и наверное вот куда-то вот туда пойдем вот ступеньки таки довольно высокие давно и здесь вообще не был последний раз как раз до съемок поднимались сюда место довольно интересная какой-то степени романтичная я так понимаю многие влюбленные здесь собираются ну в теории наверно идти нужно вон вроде она и есть вон променаде к пляже там смотрите даже какой-то сейчас подойдем и обратно фух еще что-то запыхался поэтому поэтому будем с вами немножко это прерываться так вот такой вот вид вертолетная площадка есть собственно сам вертолет если вы видите какие-то сюда машины так если мы спустимся то то что сможем ли мы пройти вот туда где где машина едет честно говоря не уверен но все равно прогуливаемся почему бы нет давайте посмотрим на каркал я да когда говорил что погодка не мая месяц сейчас такая погода что как будто бы больше похоже на такой июль такой добротный то есть очень жарко и душновато ой да слушайте можем здесь спуститься вроде бы так 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 да все слава богу а то я не хотел просто возвращаться наверх и круголя такого давать огибать этот гор холл идти через культуре катали или как он называется вот там видите вертолет какой но пойдем так во первых да хочу наверно надо было с этого тоже начать но я так и так или иначе планировала в этом сказать хотелось вас еще раз поблагодарить мои любимые зрители что порой пишите на каких-то мероприятиях событиях которые устраиваются в таллине вот потому что как я уже говорил несколько раз я подписан на все группы которые связаны с мероприятиями как в таллине харима но в этой области где таллинн находится дыр мероприятия эстонии тоже смотрю и что-то очень мало событий я нахожу связанных с вообще с чем-либо вот вот я также узнал как один из зрителей мне тоже написал напомнил но я о том событии знал это как же она называлась то день мороженого ой день мороженого какой-то ресторане короче день открытых ресторанов или что-то такое квартале rotar money и вот мы там как раз семьей провели время так что я думаю старым сейчас оттуда выдержки ой красотища то какая сегодня так мы двигаемся мы по мере пуэсте справа от нас просто куча всяких разных кафешек баров конечно не в одном из них не были еще вряд ли будем кажется там довольно дорого и все-таки они большинство из них как я вижу такие такого питейного варианта как бы вот а наверху я кстати ни разу еще не был не поднимался музыка играет что-то есть мама впереди сейчас подогоним пойдем посмотрим может быть это все и было просто разрекламировано честно говоря я ждал больше народу но в том плане что понятно что это вот ребята из кафешек посмотрим хотя вы знаете вот ну да очевидно да не буду жанить и устроил устраивать и так переполненной площади вот эти дегустационные штучки всякие напитки круассана смотрите-ка а это вот тот самый ресторан который мы были да вроде бы хагер а тоже а да именно ресторанные штучки так что здесь уже да там дальше уже обычно ресторана ну идем возвращаемся тогда здесь блинчики 5 евро с рыбой 5 евро да с курицей копченой нет я рад когда мероприятия вообще любые устраиваются а это у нас получается мидь вынимите эти штучки как их там ракушки так он семь евро две штуки вот и ну как вам сказать одной стороны мне конечно понравилось я люблю такого рода движуху но я почему-то каждый раз когда посещаю подобные места я всегда почему-то жду что мероприятие будет ну каким-то массовым если ресторан это там будет там 50 ресторанов каждый хочет себя зарекламировать и все такое но почему-то там как бы мало было представительств детскую программу кстати о птичках мы так и не нашли вот но что есть то есть я ни о чем не жалею конечно таки детям понравилось погодка была классная и все такое вот поэтому да если кто-то что-то находит какую-то информацию то пишите пожалуйста потому что например вот я сегодня узнал что будет вечер памяти виктора цоя по моему на как же он называется на горке харио харио мяги это собственно находится в центре города да но времени совсем удобное для меня к сожалению 8 часов вечера еще раз повторяю что сегодня ну вот сами посмотрите какое пекло какая погодочка хоть я и фильтр конечно нацепил но поверьте очень жарко солнечно парит прям печет может конечно это последствия последствия того что я вчера обгорел я не оценил ультрафиолетовые лучи и как-то так сидел на пляже с детьми детей намазала сам нет поэтому у меня вся спина красная хоть и нет какого-то там прям дискомфорта но мне кажется какая-то так называемая побочная побочное явление что как будто бы так усиливается вот этот эффект от парилки ну ладно вот наверное мы сейчас с вами идем по променаду вроде раньше здесь ничего такого не было я честно говоря не фотографии не смотрел не новостей просто где-то мелькнула информация в текстовом варианте что открылся вот новый променад но так я сверху там посмотрел вот мы там с вами были да что как мне кажется этот променад не дойдет до надо но блеснара мне кажется он закончится в летной гавани но посмотрим надеюсь я в обморок не упаду такой жары потому что я жару прям вообще ненавижу ах ну да надо было вывеску там снять там рыбный рынок кто-то мне писал что в какой-то день в году какую-то субботу что ли здесь прям какие-то мероприятия устраиваются может быть это дни моря которые кстати будут в августе надо будет тоже посмотреть программку и сходить так ну как пойдем налево направо давайте на право пойдем потому что я так понимаю что вот эта дорога она у нас просто так насквозь близко к домам пойдет мы вот так прям максимально приближена к воде хотя может быть я ошибаюсь может быть здесь вообще каждую субботу устраивается нечто потому что я помню что когда мы здесь не было так тепло это было 8 что ли да по моему это было 8 и был но неважно да это все таки получается мы крик то с вами сделали да вот мы там спустились и вот прошли прошли пошли 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 идем теперь здесь да сегодня будний день могла тоже об этом сказать я решил все таки чтобы не прерываться максимально возможно все как бы одним кадром записать а как бы но сами понимаете что семьей ну в плане с детьми балуется этого сделать по почти невозможно поэтому я максимально плотненько на работе простите за тавтологию поработал и выбрался сюда на трамвай приехал две остановочки и в обеденное время вот с вами находимся здесь так вроде кто-то купается не будем там никого смущать чтобы сильно не затягивать я думаю поэтому как-то назвать то планктон антон пирс по пирсу не будем туда дальше идти пойдем дальше и затянулся так это такая интересная детская площадка вот такую сеточку ставят вообще почти во всех дворах я имею ввиду где это ну по закону целесообразно потому что в любом дворе нельзя оставить по эстонским законам нельзя ставить большие площадки там должен быть какой-то радиус до ближайшей не менее 250 по моему метров тарзанка смотрите тестировать мы и конечно же не будем но субботу можно сюда прийти с детьми уже насладиться вдоволь немножко посмущаем народ довольно тепло повторяю поэтому раскупается вот и к чему я говорил то про мероприятие которые вот сегодня будет на харю мяги а то что раз уж такая погода то мы скорее всего сегодня на перед и пляж поедем потому что мы ездили вот буквально недавно недавно совсем ездили дядя мне улыбнулся вот и скорее всего да мы сегодня опять же поедем туда выходные дни было довольно проблематично конечно все это почему потому что там парковка хоть и платная но она очень дешево стоит сколько я плачу где-то за за час за полтора часа где-то там 70 центов всего соответственно там если в разгар или там какой-то пиковая по посещаемости время приехать тоже не найдешь что там место где припарковаться как бы стоять ждать когда кто-то освободит как мне один зрителей тот же самый кстати посоветовал я так не могу особенно когда ну семья дома 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 семья в машине маленький ребенок я как бы ну не хочу заставлять их нервничать поэтому мне проще уехать что мы даже порой от этой платной парковки уезжали туда где магазин селвера находится это где-то может примерно в километре наверно от пляжа возвращались туда и и что и шли пешком да но правда тогда с коляска это все было так вот опять я накаркал говорил про жару про солнце а солнце что правильно ушло эта местность вообще одна из самых нами ну в общем мало мы уделяли времени вот летной гавани вот этим всем район хотя хотя может быть и нет мустами я помочь семью это вообще нет вот именно семьей мы ни разу не были а здесь да слушайте вот этот там церковь всех святых по моему находится там мы гуляли там площадка такая хорошая в летной гавани мы раза три были точно это же по моему записывал ролик когда записывал точно оттуда да вот например мустами семью и мы кстати не были надо исправить эту ситуацию но опять же все вы знаете мою проблему я все-таки не совсем себя комфортно чувствую когда не знаю где припарковаться и обычно так так если есть призма то все надо ехать в призму и а и у призмы парковаться уже тогда гулять даже так в нарве делали просто припарковались у магазина призму и пошли по городу прогуляться вот такое жилье да новые дома а вот этот вот цвет светлое глины или песочного ну неважно это уже реновация да наверно надо было там сказать что вот этот видите норвей норвежин норвежец паром тут именно насколько я помню там место причала не просто паромов да а именно круизных лайнеров то есть иногда даже приезжают очень большущие такие корабли прям аж вообще мне пока их не удалось запечатлеть лично потому что они довольно редко приезжают насколько я осведомлен вот так ну что променад у променада полномочия все как говорится об голову пока иду уже третий раз немецкую речь слышал насколько я осведомлен в эстонии довольно много именно этнических этнических немцев не переселенцев которые давно-давно уже здесь живут так вот такое здание интересная фух очень душно стало это наверное я эти два здания на самом деле путаю но я предположу уж там сильно не смейтесь это наверное здание батарейной тюрьмы я их просто путаю со вторым зданием которые находятся где же где же где же где магазин депо как там эта улица виски постив фильтре ты вот там находится там тоже какое-то здание тюрьмы я их путаю что из них является батарейной тюрьмой если я ошибся по поводу этого здания то как говорится поправьте меня так вот тут места для отдыха тоже можно проводить романтические встречи этот круизный этот паром это да больше похоже на паром аида что-то он никуда не плывет просто стал и стоит раньше были когда вот коронавирусное ограничение когда паромное сообщение между эстонией и финляндией нет по моему она бы не было прекращено просто могли ездить только короче была разрешена маятниковая миграция то есть кто работает либо в эстонии либо финляндии вот и у компания было как бы ну надо же зарабатывать это же понятно устраивали такие как бы паром и которые идут никуда то есть ты садишься на паром он выходит вас ну на воду и ты там просто отдыхаешь проводишь как-то время так мы здесь по мы с вами прогуливались в темное время суток когда у нас компания была какая-то встреча да мы здесь по моему проходили поэтому дальше летной гавани мы с вами не пойдем об к слову вот это мы уже и подошли к летной гавани ребята трансформеров играют у меня сразу же так опа вспышка из детства там не надо убежать маленьким оставил на остановке сумочку коричневую с таким вот такой застежкой внутри у меня был большущий большущий даже не трансформер а этот как же вот там который самолет превращался был такой японский мультик не трансформер как-то он ганг не гандем а как-то неважно в общем я его оставил потом так плохого так то ладушки фух смотрите куда сколько мы с вами прошли хотя относительно недолго по времени вот я смотрю с момента начала а нет я же прорывался да только хотел похвастаться что мы 16 минут идем а нет нет уж вот она обязательно сюда приехать парковка бесплатная еще там можно ставить залет на гну у летной гавани главного входа так ну все дальше мы в лоб но блеснар не пойдем сегодня потому что целью нашей сегодня с не было пройтись по этому color colorant променад поэтому мы да мы подошли с вами кораблю который называется сур тыль большой тыль если мне не изменяет память то большой тыль это персонаж национального эстонского эпоса к леви поет его супругу звали пират да пират как же я запомнил ее имя потому что классного руководителя старшего ребенка зовут пират вот не очень до многолюдно естественно будний день время сейчас у нас без трех минут час поэтому поэтому все думаю можно здесь и закончить и понадеется что и и по надеяться что сегодня все таки я попаду на вечер памяти вектора цоя харю мяги потому что может быть время на самом деле я так сердцах сказал что неудобно может время то действительно как раз таки удобно и 1 8 вечера то можно успеть и накупаться отвезти всех домой и приехать более таллинн город маленький ехать 15 минут всего ну и до центра точнее от работы до харю мяги там минут четыре пешком от от работы где у меня бесплатная парковка слава бога ну все тогда спасибо что прогулялись мне было с вами гораздо спокойнее увидимся с вами совсем скоро с тем пока а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...